Начиная с середины июня, примерно в это время стартовал грибной сезон в Подмосковье. В Сергиево-Пасадском городском округе спасатели выводят из леса заплутавших любителей тихой охоты практически ежедневно. К слову сказать, сейчас найти незадачливых потеряшек намного проще. Сотовая связь позволяет человеку не только позвать на помощь, но и самому фактически помочь спасателям найти себя. Второй год подряд на территории региона функционирует система геопозиционирования, которую использует местная единая диспетчерская служба. Человек, который звонит по телефону 112, он виден оператору дежурной службы и оператор дежурной службы понимает, в каком месте этот человек находится. Если вы хотите, чтобы вас нашли в лесу, либо в любой другой природной среде, да и в городе тоже, если вам это необходимо, вы можете набрать номер 112 и оператор увидит точку, в которой вы находитесь. Самое главное, что нужно сделать после звонка диспетчеру, оставаться на месте. В этом случае спасателям потребуется меньше времени, чтобы найти человека в лесу. Именно поэтому, отмечают специалисты, если вы уходите в лес по грибам, обязательно берите мобильный телефон с собой, предварительно зарядив его. В этом году у нас очень реально много потерявшихся, но одно радует, что все найдены, никто у нас в лесу, к счастью, не остался, всем оказана своевременная помощь. И в этом году, за счет работы сотовой связи, как раз геопозиционирования, у нас все люди найдены в течение одних суток. Ну, на самом деле, время поиска у нас уже достаточно сильно сократилось. Порядка двух-четырех часов людям оказывается помощь, люди получают помощь, люди выводятся из леса, ну, в общем-то, отправляются домой к родственникам. Но очень мало было случаев, когда не требовалась медицинская помощь. Но, как правило, медицинская помощь требуется людям, которые более старшего возраста, когда уже проблемы с сердечком, проблемы с двигательным аппаратом. Если же телефона с собой не оказалось, то придется вспоминать все, чему когда-то учили в школе. Ориентироваться по мху, муравейникам и птицам и стараться идти по прямой. Поскольку, несмотря на протяженность лесов, в нашем регионе их глубина не превышает 8 километров. Поэтому в любом случае есть большой шанс выйти к автомобильной трассе или железной дороге. Освежая полезные знания по выживанию в дикой среде, не забудьте и такие прописные истины. Обязательно предупредите родных, если уходите за грибами. Сообщите им направление и примерный район дислокации. Одевайтесь по погоде, возьмите с собой небольшой запас воды и еды. В случае наличия какого-либо заболевания захватите необходимые миникаменты. Еще одна рекомендация, которую хотелось бы дать, как ни странно звучит, одеваться в яркие цвета, в лес лучше идти в красной куртке, нежели в камуфляже. Потому что мы же с вами идем за грибами отдыхать, а не партизанами мы с вами в войну играть. Поэтому если вы в яркой одежде, особенно дети, маленькие дети, не надо играть в эти игрушки с камуфляжем. Потому что можно мимо ребенка проходить даже на расстоянии 3-4 метра. Ребенок сидит тихо, он боится, что его будут ругать за то, что он потерялся. И были такие случаи, что очень долго искали ребенка, который находился очень близко от людей. Просто он боялся. Был бы он в более яркой броской одежде, найти было бы значительно быстрее, значительно проще. И еще один совет, который дают специалисты всем любителям тихой охоты. При наличии современного смартфона использовать все его возможности, такие как карты и навигатор. Это значительно упростит выход из леса, если вы вдруг заплутали. Татьяна Трушкина, Сергей Кошайкин. День города.